Добрый день! Добрый день! Это не произвело впечатления. Однако теперь, после изобретения атомной водородной бомбы, я думаю, что мир поверит мне. Конец мира надвигается стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство и жили, обеспечивали свое существование. Здесь масса вопросов по этой цитате возникает. Давайте ваши вопросы. Может, у меня есть свои? Да. Вот скажите мне, пожалуйста, крик каббалистово весь голос к руководителям поколения, которые не слышат. Он же, в принципе, так между нами говоря, прекрасно понимает, что его не услышат. Или нет? Он знает, что его не услышат, но он обязан кричать. Вот это вот интересный момент. Да. Он знает, что он не может изменить их, потому что такими они созданы. Потому что логикой здесь обычно не возьмешь. Потому что обычная логика не понимает каббалистов. Она не понимает такой возможности вообще существовать в мире отдачи и любви. Он не понимает только условия нашего мира. И это каббалист понимает? И это каббалист, конечно, понимает. Если я обращаюсь сегодня к народу и пытаюсь рекламировать нас как несущих свет, несущих новую методику, из которой может родиться новый мир, новое поколение и все такое. Но на меня смотрят как на чудака или как на обманщика даже. И ощущают ко мне всевозможные ощущения неприязни. Потому что это не востребовано народом. Да. И чего я вообще толкаюсь и делаю среди них? Они реальные люди. Они знают, что делают, как жить, как и между собой. Главное, между собой все у них устроено. Существуют большие системы государственные, общественные. Партии. Да. Все, что надо. И человек влезает совсем не их методиками, теориями, взаимоотношениями. Тут любовь и дружба. Призыв к единству и так далее. То есть то, что им путают все карты. Вот объясните, пожалуйста. Заранее знаю. И сидят за карточным столом, играют в свой покер. Они прекрасно знают правила игры, кто кого как надувает и все такое. И у них это принято. И общепринято все. И есть суды, и есть адвокаты, и есть система средств массовой информации. Одни съедают других. И все это нормально, ты понимаешь. Так же, как волки и овечки. И вдруг появляется кто-то, кто говорит, нет, мы будем жить по другим принципам. Волки не будут есть овечек. Овечки будут не бояться и любить волков. Пастись вместе. Да. Ну и смотрят на него, на этого чудака и волки, и овечки. Думают, что это к нас свалилось. Мы же знаем прошлые игры наши. Мы знаем, как мы должны действовать. А вдруг он заставляет нас жить по совсем другим канонам. Так. И, конечно, этого никто не может понять, и никто не хочет понимать. Они не чувствуют в этом, что есть потребность. Им надо просто немножко улучшить свои состояния. Как-то так вот. Не более того. Если вы это понимаете, и если понимал это Баля Сулам. Вот этот вопрос. Почему он кричал? Почему он обязан кричать? Вот это такой вопрос. Он обязан кричать, потому что с помощью этого он приближает исправление мира. Вызывает окружающий свет, все-таки, который действует быстрее, более сильно, и таким образом люди начинают, ну, где-то как-то просыпаться, какое-то количество людей. И мир все-таки будет иметь возможность приблизиться к своему исправлению обязательному более добрым путем. То есть, такую дырочку в каменном сердце он все время, да, своими усилиями делает, делает, делает. Да, 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 иначе, конечно. Романтиком он не был точно, таким, знаешь, плавающим в облаках. То есть, он не был идеалистом, Баля Сулам. Каббалисты, они все считаются идеалистами. И романтиками. Да, и романтиками. Но не в том смысле, что они не имеют основания под своими чаяниями. То есть, они точно ощущают природу человека. Да, конечно. Что тут уже у них нет никаких других мнений. Вот второй вопрос. Во второй вопрос, ну, может быть, у тебя будет вопрос. Это, да, еще по... Мы сегодня тоже ведь находимся в таком состоянии. Нас тоже не понимают, нас тоже травят, нас тоже гонят. Не хотят нас слушать. На нас ополчаются все. Потому что мы все мешаем. То есть, все как бы отгоняют нас. И волки, и овечки, и все-все-все-все эти самые разные звери. Они отгоняют. Иди отсюда. Ты нам мешаешь. Ты нам портишь всю картину. Вот эта поляна наша, и вот мы на ней все устраиваемся. Мне выпала хорошая карта, а ты тут... Да не только даже, если выпала неплохая карта. Я не знаю, как в твои карты играть. Я играю в свои карты, я знаю. Вот тех я боюсь больше, этих меньше, этих нет. А это я ем сам и так далее. И все. Правила игры понятны. Да. То есть, Майя Сулам понимает, что когда он кричит, его никто не услышит? Не более того, его услышат плохо. Его услышат плохо. Его будут травить. Его будут закрывать. Но он решает кричать. Кому же он кричит? Творцу. Творцу. Чтобы что? Что произвели? Чтобы все-таки приблизить свет, общий свет, Ормакив, который бы подействовал на его поколение. Даже не на его, может быть, на следующее поколение. А что мы делаем? Мы же тоже видим, насколько это медленная, такая, очень протяжная. Процесс целый. Да. Это тенденция такая, процесс длительный. Но все-таки не скажите, у Бали Сулам была ситуация похуже. Здесь все-таки за 25 лет вы сумели создать, допустим, от 10 человек армию практически. Да, но это все армия, ты понимаешь, я тебе скажу, в чем дело. Это не армия, потому что набежало много людей. А теперь, когда мы движемся к более серьезным целям, более внутренним, к зародышу первой духовной ступени, здесь, дай Бог, чтобы от этой армии осталась рота. Понимаешь? Потому что это очень серьезный процесс, и тут очень многие просто падают. Без сил. Да, падают. Если представить такую ситуацию, что, ну, я беру это из групповой работы, если бы я очень-очень-очень действительно до конца захотел, чтобы меня услышали друзья, чтобы меня услышало мое поколение, если бы у меня был на самом деле самый полный, вот этот вот хиссарон полнейший, услышал бы тогда Баля Сулама? Я не понимаю. Сегодня, если бы ты начал кричать, как он говорил в роге Машьяха? Вот если… мы говорим, что Баля Сулам кричал Творцу. Да. Если бы был… вот когда мы работаем в группе, допустим, говорится, что если у меня есть полное желание, чтобы товарищ смог сделать шаг в духовный, то он бы это сделал. Если бы у меня было полное желание отдачи. Вопрос такой вот с поколением, с нашим распространением. Когда мы кричим Творцу, мы желаем чего? Чтобы общество изменилось, чтобы мы изменились по отношению к обществу. Что должно измениться? А мы не знаем, что должно измениться. Мы не требуем, не заявляем ему, что он должен изменить. Когда мы обращаемся к Творцу, мы желаем просто больше высшего света, свойства отдачи, чтобы оно проникло, погрузилось и начало работать в нашем мире. Вот и все. А каким образом при этом будет меняться наш мир, мы не имеем права диктовать, мы не знаем. Я не представляю себе, чтобы я такое вообще знал. Потому что путь индивидуальный одного человека и путь народа или вообще мира совершенно разные тенденции, законы, стадии развития. И вообще, кто может диктовать? И даже когда человек индивидуально находится в падении, допустим, как сегодня наш мир, то он не должен просить Творца и указывать ему, сделай так или так, или так. Он должен просить Творца о том, чтобы Творец помог ему тем, что через него он бы смог воздействовать на весь мир, на окружающего. Но не просить о том, чтобы Творец вытащил бы его из этого состояния. Ну вот дальше, если идти по этой цитате, Бальсон, как всегда, как о фон, вот такая цитата дальше. Он говорит, а вот теперь создание ядерной водородной бомбы, оно приблизило человечество к этому решению. Дальше, как бы, стремительными шагами. И он даже говорит, и Израиль будет испопелен раньше остальных народов. Вот я раньше этого не видел, честно говоря. Как это случилось в прошлую войну, если мы не услышим. То есть сейчас сложились хорошие условия. Вот скажите, пожалуйста, для наших зрителей, во-первых, почему Израиль будет испопелен первым? Ну, потому что он и виноват в происходящем. Это он подразумевает, Бальосулан, здесь? Ну, естественно. Всё начинается с нас. Сначала бьют нас, а потом там заодно и остальных немножко. Вот вы подразумеваете, вот по словам испопелен, это вот точный перевод, испопелен, это практически нету, уничтожен. Уничтожен. Не исключаю. Вот далее пишет Бальосулан. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство и жили, и обеспечивали своё существование. Ну, то же самое, что сегодня. То же самое? Конечно. То есть есть огромные предпосылки для мировой войны, уже атомной, не такой, как было тогда. И человечество должно понимать, чему это всё идёт. Это будет такая разборка, когда вылезут наружу абсолютно все противоречия. Это будет просто налево и направо разбрасываться, я не представляю. Лопнет земной шар. И это возможно, да? Это, в принципе, возможно? Это возможно. И Израиль окажется чуть ли не первым. И сейчас вы так думаете, да? Израиль окажется чуть ли не первым. А для того, чтобы закончить вообще всё исправление, для этого достаточно несколько человек, а не 8 миллиардов. Так что... То есть расчёта с телами нет? Нет расчёта с телами, совершенно никакого. Вот тут дальше сказано, и не раз вас обвиняют в этом. Он говорит, что это единственное лекарство. Он не говорит, что здесь есть лекарство. Ну, меня могут обвинять в чём угодно, что я могу сделать. Это так уж, такова участь каббалиста. Ну, и Баля Сулам, как бы, я понимаю, что вы, последователь его, утверждаете, что это единственное лекарство. Других лекарств нет. Он имеет в виду каббалу. Да. Ну, как это доказать-то, в принципе, очень... Доказать-то невозможно. А если вообще лекарства в мире от нашего состояния нет? И никто не знает. Просто от неё... Всё сделано так, чтобы мир дальше кувыркался, крутился. А куда, неизвестно куда. Каббала говорит, что надо остановить и действовать так-то и так-то. Но это против воли, эгоизма, и поэтому никто этим не занимается. Семён это припомнил раньше. Всё равно по отношению к Баля Суламу существует уже большая организация Каббала-Лям, которая уже миллион человек входит в неё. То есть всё равно есть продвижение. То есть это не то лекарство, оно принимается больше. Если где-то там 30-40 лет назад об этом практически не знали, сегодня это слышали, об этом говорят, где-то обсуждают. Хорошие и плохие точки зрения – неважно. И с плохой точки зрения это ещё полезнее, чем с хорошей, потому что люди не слушают хорошие вещи. А вот плохие о ком-то, они с удовольствием это всё слушают. Поэтому это очень хороший тоже метод распространения. Но, по крайней мере, это уже понимают, это уже знают, это уже не то, что понимают, а знают. Знают, да, что это существует. Так что что-то мы сделали. Какой-то шум навели в эфире. То есть можно сказать, что мы такое всё-таки построение, вот это мы всё время говорим, малой организации, да? Что это действительно построение малой организации, о том, о чём говорил Баля Сулам. Вот это наша группа. Ну, я не могу ручаться и не представляю, что он себе представлял. Он представлял себе малую организацию, которая уже реализует жизнь последнего поколения. То есть там существует и производство, и распространение, и распределение, и школы, и всё это. То есть это полностью независимое государство маленькое, которое существует по законам последнего поколения. Конечно, этого у нас нет. Да. Ну, пойдём дальше. Дальше такая цитата. «Само наше нахождение в стране Израиля под угрозой, поскольку, согласно существующим экономическим принципам, пройдёт ещё очень много времени, прежде чем экономика наша стабилизируется. Очень немногие смогут выдержать этот опыт и выстрадать в нашей стране в то время, как у них есть возможность эмигрировать в другие богатые страны. Постепенно они разбредутся от страданий, пока не останется так мало людей, что не будут достойны называться страной и растворяться, не приведи бог, среди арабов». В принципе, да. Это вполне возможно, поскольку… Вопрос о том, он говорит о будущем, он говорит о… Он говорит о будущем, о том, что эта страна сама себя содержать не может. И на самом деле, если сегодня постановят, и такое даже выносится иногда решение, прикользить с Израилем все контакты, ну, и за палестинцев и так далее, то мы не сможем выдержать абсолютно ничего. Не прокормить себя, ни технически, ни коим образом мы не сможем просуществовать. Мы страна, которая держится только лишь на чётком обмене. Мы продаём свои мозги, в основном, вот, и свою методику борьбы с терроризмом, а получаем от мира всё остальное. То есть вы считаете, что экономика наша не стабилизирована на самом деле? Нет? Если мир перекрывает с нами общение, то мы не можем никак существовать. Вообще, ни в чём и никак. И тогда уровень страдания людей будет такой, что они как бы будут выскакивать от всего? Они будут отсюда просто убегать, куда только можно. То есть вот это уровень такого, ну, скажем, патриотизма, или вот сейчас люди 80% считают, что они счастливы, очень высокий процент людей. Да, Израиль самая счастливая страна в мире, это известно. До того момента, пока они зажмут, вы считаете? Да, да. Я дажеetesчиковый народ, которому надо очень много страданий, чтобы он начал говорить, что ну не так уж хорошо. Не так много страданий надо, да? То есть чуть-чуть прижать... Наоборот, ему надо очень много страданий, чтобы он понял, что он немножко страдает. То есть вы считаете, что, в принципе, здесь вот эта вот кучка людей, которые здесь могут остаться, это, в принципе, только те, которые идут к этому построению последнего поколения? Да? Только они. Будут ли они оставаться здесь, я не знаю. Я не представляю. Я не думаю, что... Потому что они не патриотизмы этой страны. Не патриотисты, не патриоты. Они не патриоты этой страны. Они не патриоты... Они сионисты. Они в чем-то националисты. Они за эту страну, за это государство и за все. Но если здесь не остаются люди для того, чтобы реализовывать эту методику жизни последнего поколения, то никакого смысла здесь оставаться практически нет. И я не думаю, что каббалисты это будут именно те последние, которые здесь останутся. Я думаю, что в таком случае они просто взвозьмут и куда-то вместе, может быть, переедут. И будут где-то на каком-то другом углу земли, если можно найти на нашем шару уголок. Вот. Возможно, будут попытаться делать этот образ жизни последнего поколения. Но не знаю. Я не думаю. Мне кажется, что все-таки у нас есть большой шанс выйти на следующий уровень. И мир убедится в том, что другой методики нет. И он поймет, что мы говорим действительно что-то дельное. И возьмет нас как своих руководителей в построении нового общества. Это если мы сейчас выдержим вот этот период, как вы сказали, когда от войска может остаться рота. То есть вот этот период перехода. Ну, не знаю. Я не знаю, каким образом это пойдет. Я не хочу загадывать. И даже если я знаю, я не очень-то желаю так на эту тему философствовать. Я думаю, что это все решится в течение, может быть, ближайших лет. Да. Какой-то переход должен быть. Потому что сейчас я слышал, что вы сказали, что может быть такое, что вообще маленькая организация будет вне Израиля создана. Вполне возможно. Я просто к тому, что Семен спросил. Ну, каббалисты, наверное, это только те, которые останутся здесь. Я больше того, я был уверен в этом. Ты был в этом уверен? Да. А вы меня сейчас перевернут. Я не знаю. Я его не сказал. Потому что держаться за саму землю смысла большого нет. Надо держаться не за землю, а за небо. Понимаешь? И поэтому... Как всегда, материально ни во что не ставить. Да. Связь с землей, она не самая главная. Конечно, желательно здесь, и желательно тут, и желательно так. Но, в принципе, это не самое важное для реализации нового поколения, последнего поколения. То есть, когда Балюсалам говорил, что мы вернулись сюда материально, и что здесь создано государство Израиля, то он имел в виду этот шанс? Это шансы. Это шансы, и это знаки. Свыше, что называется. Но далее я не думаю. А дальше? По крайней мере, не считаю, что каббалисты должны будут здесь остаться последними. Если Творец уже начинает снова выгонять нас в изгнание, то они не должны быть последними. Я не считаю. Я, в принципе, надеюсь, что этого всего не произойдет. Но он пишет об этом как о варианте. В возможном самом плохом варианте, но варианте. Вот что он пишет дальше о самом хорошем варианте. Если же примут режим межнационального альтруистического коммунизма, тогда помимо того, что станут получать удовлетворение, будучи авангардом всемирного избавления, и зная, что для этого стоит пострадать, они смогут также распоряжаться собой, временно понизив уровень жизни, они будут много работать в той мере, которая обеспечит стране стабильную экономику. Дело же не в том, чтобы понизить уровень жизни. Дело в том, чтобы себя понизить. Вот это проблема. В этом вся проблема. То есть, так или иначе, если они принимают международно-альтруистическую коммунизм, то есть систему такую каббалистическую, то они, грубо говоря, с радостью начнут себя понижать. Ну, конечно. Их же примут. А что значит примут? Понижать себя – это значит принимать. То есть их уже не будет особенно интересовать накопление, не будет интересовать… Нет, естественно, это всё. Их будет интересовать вот именно вот этот необходимый уровень, а всё остальное туда, в отдачу. Да? Всё остальное в отдачу, только лишь и постижение вверх. Всё-таки, если мы сравниваем времена Баля Суламы и сегодняшнее время, когда время более подходило для исправления? Когда оно более опасно? Сейчас или тогда? Как вообще можно смотреть? Баля Суламы где-то пишет о том, что было время ещё и во времена, где-то в средние века, даже раньше того, что могло произойти такое изменение. Но ты понимаешь, есть времена, есть люди. В наше время всё-таки огромное количество людей разочарованных, а вдруг огромное количество людей без смысла жизни абсолютного, страдания их много, в неопределённости, в ощущении потерянности, отсутствия смысла жизни. Одновременно с этим даже те, у которых огромные возможности, деньги, всё, что хочешь. Они тоже не видят смысла, не могут тебя наполнить всеми этими вещами. Ну, просто забываются, забалтываются, и так проходит их жизнь. Я встречал таких людей, которые совершенно не обеспокоены своим будущим. Они живут здесь, потом они летят где-то там в Японию на пару месяцев, заказывают себе гостиницу, потом ещё куда-нибудь. Вот так вот их жизнь постепенно проходит. И никаких забот ни о чём, и понятия даже особого большого нет о том, сколько у них там на счету, и где, и как. То есть я не говорю о бизнесменах, которые всё время в погоне, несмотря на свои миллиарды. Ну, и всё равно видно, что это люди, которые закрыли себе, так немножко прикрыли себя, и они не думают ни о чём. Только вот так вот. Вот так мы существуем. Вот там-то, так-то, туда-то, сюда, так далее. Но до какого времени это возможно? Происходит накопление эгоизма. Он требует большего. Если не получает, то у человека всё равно возникают проблемы. И он уже переходит на наркотики, на что-то ещё. Вот так постепенно и происходит деградация. Если бы маленькая организация скричала внутренним криком, нас бы услышали? Нет. А что значит кричала? Мы достаточно светимся в интернете, в общем. Так что ничего не будет. Сейчас, может быть, против нас начнут много писать, много говорить. Будет ещё больше рекламы. Отрицательно, это не важно. Люди будут просто вокруг этого что-то обсуждать. За и против. Может быть, это даст какой-то толчок. Но, в принципе, я пока не вижу. Я вообще не верю в то, что распространение может произойти таким образом, что мы выйдем на миллионы людей, и они захотят. Это может быть только после очень больших страданий. Я больше считаю, что мы достигнем выхода в высший мир и сможем через себя толкать эту духовную энергию на человечество. Прокачивать ею человечество. Но не так, чтобы человечество само в этом вознуждалось. Это очень длительный период, пока оно действительно начнёт настолько отчаиваться. То есть, организация должна прийти к определённому уровню, что она прокачивает, но это абсолютно не отразится внешне, никаким образом, никаким образом не отразится на народе Израиля в данном случае. Да. Ну, дальше, наверное, прежде нас должны как бы не взлюбить. Потому что вот здесь... Ну, за этим дело не станет. Мы видим это по Бабалю Саламу тоже. Каббалистов всегда давили, не любили, ну, вешали, сжигали. Да, вот Бабалю Салам тоже пишет по поводу Израиля. Известно, что народ Израиля ненавистен всеми народами. И в той же мере народ Израиля ненавидит Каббалу. Да, и ненавидит. Насколько народы мира ненавидят Израиль, настолько народ Израиля ненавидит Каббалу. Вот это очень интересный момент. Он, в принципе, исторический такой. Как началось с того, что народы мира, допустим, ненавидели Израиль. Скажем так, допустим, в Вавилоне царь Немрод ненавидел Авраама, грубо говоря. А потом, когда Авраам вышел с горстка людей, назвались они евреями Израиль, началась ненависть внутри еврейского народа. То есть нужно было ему создать этот народ, для того, чтобы там начала развиваться ненависть внутри народа. Абсолютно одинаковые условия, потому что одна и та же причина. Это точка в сердце. Стремление к постижению Творца, к слиянию с Творцом. Насколько народы мира ненавидят Израиль за его общее стремление к этому, настолько народы Израиля ненавидят каббалистов за их особое индивидуальное стремление к этому. То есть точка в сердце, она ненавистна, да? Ненавистна народу Израиля, и тем более народам мира. Можете определить, это же моя точка в сердце. Какая твоя? Ну, допустим, точка в сердце есть, допустим, группа, у которых, группа собралась, в которых есть, допустим, у каждого есть точка в сердце, собрались точки в сердце, собрались вместе. Почему их должны ненавидеть, я хочу понять. Потому что она устремляет нас совершенно к противоположному от нашего мира. Даже если мы не выходим, даже если мы не расскажем, сидим закрытыми. Мы не хотим ее. Народ не хочет ее. Мы не хотим. Мы не хотим. Ты говоришь, собрала 10 человек. Да, да. Определись, ты это спрашиваешь. Ну, тут мы не хотим ее. Конечно. То есть у нас все время сопротивление с ней. Конечно. Так же, как и народ не сопротивляется каббалистам, так же, как и все народы мира сопротивляются Израилю. Понятно. Но я тогда прочитаю все-таки эту цитату. Известно, что народ Израиля ненавистен всеми народами в силу религии, национальности, капитализма, коммунизма, космополитизма и так далее. Все он здесь, Балюсов, все пишет. Да, да. Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам. Просто каждый мотивирует свою ненависть в соответствии с присущей ему психологией. Тут бессильны любые способы. Остается лишь ввести нравственный межнациональный альтруистический коммунизм среди всех народов. Ну, снова, как бы, нас будут ненавидеть, и ненавидят, и будут ненавидеть. Пока не будет введен этот международный коммунистический альтруизм. Да. С другой стороны... Как он будет введен этот... Не знаю, но до сих пор ненавидеть будут. В это вы можете поверить. И больше, и больше, и больше, пока он не будет доводиться. Да, да. Насколько он будет необходим человечеству, настолько они будут ненавидеть нас. Будут считать нас виновниками подсознательно всех проблем человечества. Потому что действительно, на самом деле, все проблемы от того, что высший свет не проходит в наш мир. Кто его задерживает, мы. Значит, люди ненавидят нас. Это они видят. Мы все время об этом говорим. Но мы уже в этой передаче давайте это произнесем. Почему это ощущение есть у них, у народов мира? Почему? Вот скажи. А очень просто. Они ощущают свой незаполненный эгоизм, свои незаполненные желания. И ощущают вместе с этим, что наполнение этих желаний должно прийти через народ Израиля, через евреев. И поскольку оно не приходит, они считают евреев проблемой номер один в своей жизни. Все, что у них плохо, это потому что мы не даем в чем-то виноваты, постоянно не приносим, не додаем им того, что им необходимо. Для этого было и расселение евреев по всему миру, чтобы контакты начали существовать. Именно вот для этого все было. То есть, чтобы было ощущение. Как народы мира чувствуют интуитивно эту ненависть, Израиль не чувствует интуитивно, что от него хотят. Израиль чувствует также интуитивную ненависть к каббалистам. К каббалистам, в отношении к каббалистам что это? Такое же отторжение. Что делать? Механизм такой. Что делать? Ничего не делать, работать. То есть, Израиль по отношению к каббале, это как народы мира по отношению к Израилю. Да. И эта формула, она будет, пока не решится вся эта проблема. А ключ у нас? Ключ у нас, а народ Израиля постепенно будет принят в маленькую организацию. Нет, 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 нет. Он будет все время хуже и хуже относиться к каббалистам, пока не пройдет особая точка, такая переворота, да. И он осознает, поймет, что у них именно есть решение этой проблемы. Это очень, очень, очень трудно. Можно видеть это по проблеме Муше с народом, о котором все время в этом сказано в Туре. Все время роптал народ. Да. Я бы прочитал еще одну последнюю цитату. Вот она такая. Бальц, он пишет иудаизм, поэтому мы так и зачитываем. Иудаизм должен дать народам нечто новое. Вы можете по этому поводу для начала что-то сказать? Иудаизм, он имеется в виду Тура, иудаизм, Дат, что называется. Он имеет в виду Каббала. Больше ничего. Иудаизм должен дать народам нечто новое. Этого они ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. И дело не в их науках, ибо в них мы никогда не вводили новшества и всегда были учениками других народов, он пишет. Речь же идет о науке Каббала, о справедливости и о мире. А в этом большинство народов являются нашими учениками. И наука эта относится только к нам. То есть он имеет в виду, что мы ученики по отношению к другим наукам. Это он других считает первыми, а нас считает первыми по отношению к Каббале. И от этого все зависит. То есть когда мы говорим, что у нас здесь развиты науки, что мы первые везде, всюду, это... Это все не имеет значения, это все не считается. Не считается. А когда он говорит о возвращении на свою землю Израиля, что он имеет в виду? Он имеет в виду подъем до высшей земли, до бены. Вот и все. Ну что, мы на этом, наверное, закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья. Дальше смотрите наши передачи «Последнее поколение». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»